Сейчас такой момент, что как-то количество должно переходить в качество и несомненно есть какие-то молодые ребята, просто так как рэп технологически достаточно простой, достаточно технологически доступная музыка, соответственно есть какой-то момент, что конечно любой там подросток так или иначе раз в жизни пытается какой-то там записать рэп, как бы рэпа действительно очень много и в связи с этим тем, кто хочет сейчас этим заниматься, нужно как-то выделяться, что-то делать свое, потому что когда я начинал в 90-х уже одно то, что кто-то там делал тоже хип-хоп, нас могло сблизить. Сейчас наоборот даже, если кто-то делает хип-хоп, скорее всего это какой-то далекий от меня человек, я чувствую себя там дальше от большинства рэперов и мне больше интересны именно люди, которые уже более широко смотрят на вещи и не зацикливаются в какие-то там такие рамки, что мы делаем только так, потому что мы только так умеем и которые что-то смешивают, добавляют и в общем-то это в принципе основной как раз как с точки зрения направления студии мы являемся такой рэпом, но при этом альтернативой рэпу. Скажем так, true рэперы нас совсем не котируют, мы для них какие-то там хиппи, реги, непонятные чуваки, которые все намешали в кучу. Есть много людей, как бы я обычно вот им показываю вот так, то есть они как бы они не обойдут никогда столб, они будут об него биться. Я не стал бы там выделять отдельно грот там или что-то, потому что толком я так буквально пару клипов их посмотрел, но есть определенная сложилась такая сцена и она достаточно пользуется популярностью, именно люди строго следующие каноном вот так называемой золотой эры хип-хопа, которая была в начале 90-х, не признающих ничего другого. Ну в общем это я думаю нормально, как в любом там и в панк-роке есть такие там люди, которые считают, что вот клавиш не должно быть в музыке. Также как бы есть рэперы, которые именно очень зациклены на сэмплах, на рифмах и так далее.